Стройплощадка на станции авиастроительная уже в ближайшие дни станет в два раза меньше. Основные работы на поверхности закончены и метростроители вскоре уступят место дорожникам. Еще пару дней назад здесь стоял строительный городок. Сейчас все бытовки и специальная техника переехала на другую сторону от станции. Территорию полностью освободили для дорожников, которые должны появиться здесь уже 1 ноября и приступить к логоустройству территории. Сейчас рабочие в основном занимаются отделкой и прокладывают коммуникации. Одних только кабелей на три станции нужно около 60 километров. Сдать станцию планируют одновременно с двумя другими. Юность, Северный вокзал и авиастроительную намерены открыть ко Дню Победы. Отсюда до проспекта Победы полная линия уже будет почти составлять 15 километров. Это очень большой путь по времени. Мы рассчитываем, что это будет где-то 28 минут. Это с остановками. На другом конце города активно строится станция Дубравная. Здесь должен появиться переход на новую ветку, ту, что пойдет в сторону Азина. Впрочем, об этих планах метростроители говорят с осторожностью. Многое зависит от финансирования. Мы планируем, что при строительстве следующей линии, второй линии, это будет пересядочная станция, которая пройдет через 10-й микрорайон, Чешмелея улица, Минская, Сахарова, Закия. То есть где-то будет в этом районе посаженной станции будет выходить на улицу Новозненская, Губкина и будет приходить к стадиону 45 тысяч только на квартале. Если все сложится, тоннелепроходческий комплекс может заработать уже весной следующего года. Пока же главная задача закончить первую ветку казанского метро. Поскольку станция авиастроительная является конечной, она в два раза больше обычной станции за счет оборотного тупика, где поезда разворачиваются. Но самое интересное, что над этим оборотным тупиком находится подземный паркинг. То есть, приехав на машине, можно будет пересесть на метро, не опасаясь за автомобиль. Антон Райштадт, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир». Антон Райштадт, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».